Приветствую всех филателистов, любителей. И сегодня на обзоре у нас несколько альбомов, которые я приобрел. И хочу показать, значит, сколько стоят эти альбомы и соотнести их с тем материалом, который там находится. Тема, значит, такая, что на что обращать внимание, когда мы приобретаем марки вот в альбомах. Значит, месяц назад я был на международной выставке, где одна небольшая фирма продавала, где-то у них 100-150 было альбомов, они были в Чехословакии. И там можно было покопаться и, так сказать, найти для себя что-то интересное. Ну, в частности, вот хочу показать сначала два альбома по Франции. И давайте посмотрим их. Значит, первый. Начнем вот с этого более такого простого альбома и небольшое вступление. Значит, меня интересуют марки в основном классического типа, так скажем, марки до 50-х годов прошлого столетия. Поэтому я сразу для себя отметаю, допустим, марки второй половины 20-го века, современные марки. И мне это как бы неинтересно, и поэтому рассматриваю только те варианты, которые вот, так скажем, меня устраивают. И в этом смысле, да, это альбом французский, клясер, да, он является исключением, потому что здесь как раз современной марки. Ну, вот и его, с него начнем. Значит, марки представлены в таком клясере, вот, довольно-таки солидный, да. Цена этого альбома 25 евро. Это где-то полторы тысячи. Можно сказать, что этот альбом бонусом. Значит, 3-5 евро он все равно стоит, поэтому это как бы бонус. Хотя, я должен сказать, что качество этого альбома, ну, мне, например, в общем-то, не очень нравится. Какие-то мятые вот эти прозрачные листы. Вот. Хотя, клинташи, куда оставляется, вроде бы нормально, но, как все равно, какой-то непритязательный на него вид. Вот. Но, тем не менее, это альбом, и если, допустим, чего-то там складывать какие-то материалы, то он может сослужить еще эту пользу. Поэтому, значит, вот 20 евро получается на марки. Смотрим марки. Хочу сразу обратить внимание, вот сейчас они у меня выглядят вот таким образом, они более-менее разложены. Видите, вот, чистые марки поздних лет. И вот, допустим, даже сразу чистые страницы. Видите? Почему? Значит, когда я его покупал, они были все почти забиты, но я их уже вот этот альбом немножко разложил. Я разложил на чистые и нагашные, и очень много оказалось дублей. Это вот, так скажем, уловки продавцов, которые хотят показать, как бы, заполненность альбома, большое количество и малая цена. Это именно уловки, потому что, когда начинаешь внимательно все это рассматривать, видно, что тут много повторов и преимущества гашенных марок, которые, конечно, в цене очень даже сильно проигрывают. Но, тем не менее, марки более-менее разнообразны. Но, в то же время, здесь вот, видите, вот это вот все чистые экземпляры присутствуют. Довольно-таки много. Вот. И они, значит, каких-то денег стоят. Ну, вот тоже чистый лист. Тут вот гашенные какие-то вещи. Тут опять гашенка пошла. Квартблоки. Чистые квартблоки по искусству. Вот, хотя, как говорится, двойные, вот, с полями, но, тем не менее. И вот даже марки Красного Креста, они в книжицах вообще не пользованы, что тоже, как говорится, что-то стоит. Опять у нас вот чистые, чистые, опять гашенные. Вот. Ну, все-таки тут довольно-таки отличия есть в смысле разности. Хотя, достаточно и повторов. Опять квартблоки простых марок с полями, что тоже довольно-таки интересно. Вот какие-то даже вот части листов, но это уже, так скажем, интересно. И вот, например, та же Мариана. Серия чистая и гашенная. Я их разложил. Они были разбросаны тоже по всему альбому. А тут можно какие-то оттеночки подобрать. В общем, побаловаться для себя. И здесь опять продолжение, значит, гашенных флотблоков. Опять чистое гашенное искусство. И вот, та же Мариана, все это заканчивается. Наполненность такого альбома где-то процентов 70. Ну вот, если их все, как бы, раскидать, они так довольно-таки займут. И поэтому цена 20 евро за этот альбом, за марки, в общем-то, ну, можно сказать, нормальная. Хотя я считаю, что, может быть, даже и дороговато. Потому что вот эти вот вещи, которые могут реально там стоить, там 3-5 евро, ну, как говорится, не компенсируют. Но, тем не менее, можно найти. Для себя я, как, в чем ценность определяю? Я сейчас не собираю марки, так как по Манколисту там и ищу какие-то, значит, недостающие марки. Там их пытаюсь там найти. При теперешнем состоянии вот этого марочного, так скажем, бизнеса, когда марки обесценились, то есть смысл покупать просто альбомами, не заморачиваться поиском. А вот в этом массиве, который, допустим, приобретается, можно найти или там положить недостающие экземпляры, а остальное все впустить в отвал, в обмен там или неизвестно куда. Вот. И все равно это как бы оправдывается. Второй альбом. Этот альбом более-менее старый. Уже, так скажем, он может даже не пригодиться на винтах. Но, тем не менее, вот в этом альбоме, да, давайте посмотрим. Вторая половина, видите, вот чистые листы. Это филтолитические листы с сеткой, в идеальном, можно сказать, состоянии. Если их мы развинтим и достанем, довольно-таки неплохая пачка, отрежем и вставим формат А4, допустим, в прозрачные файлы, то на них можно вполне размещать какие-то коллекционные вещи. И эти листы еще могут послужить службе, потому что они тоже стоят денег. Это приятный бонус к этому альбому. Ну и сами марки, собственно говоря. Франция. Только уже Франция старая. И мы сразу видим, что тут другой совершенно подход. Человек что-то оформлял, что-то пытался тут вот по типам, по годам, значит, складывать. И видим, допустим, ничего редкого нет, но тем не менее, допустим, красный штемпель, а точечный штемпель, который тоже представляет какой-то интерес. Потом разновидности, может, по зубцовкам, по цвету и так далее. Тут вот наполненность. Марки, конечно, простые, стандартные. Но тем не менее, вот есть наполненность. И тоже можно ковыряться по типам, по своим каким-то там предпочтениям, по качеству штемпелей, по датам и так далее. То есть, возможно, такая есть. Вот начало века, 20-е годы с Марианной. Здесь, конечно, уже поменьше. Здесь у нас 30-е годы тоже Марианна. Надпечатки довольно-таки. Ну, тоже они обыкновенные, но чистенькие, приятно. ПТН. ПТН, кстати, вот по номиналам тоже надо поискать. Это не так тоже. Вот у меня он там есть, но не хватает. И вот даже по этим маркам я могу сказать, что процентов 10-15 в коллекцию у меня уйдут. Ну, вот потом человек просто приклеил кремташи, сам какие-то чистые вещи. Ну, собственно, надоело ему подписывать. И вот такой вот вариант. Ну, и здесь пошли тоже классика. И оккупационные марки Бадена и Рейнольд Фальц. Это немецкие области, оккупированные в 45-47-48 году Францией. Я хочу сказать, что, допустим, даже Германия мне неинтересна. Но вот эти вот оккупационные зоны там французская, немецкая и советская, они довольно-таки интересны. И их не так просто найти. И поэтому вот эти вот кусочки, у меня они там, конечно, есть, но что-то обязательно это пойдет. И обязательно это ляжет в коллекцию. Это интересная тема. Тоже продолжение 40-х годов. В Вюртенбург немножечко. Вот. Я просто знаю, что это тоже каких-то денег стоит, так, если еще что-то подобрать. И вот тоже на чистое Баден, видите, с полем. Тоже приятное такое дополнение. Это все оккупационные области. И вот самое главное. Вот мебель. Мебель с надпечаткой – это 20-е годы. Окупация немецкая, французских территорий. Посмотрите, марки чистые. В хорошем состоянии. Да, они с наклейками, но к тем годам это очень даже нормально. Никак не влияет. Найти их вот эти полные серии – это очень непросто. Вот. И вот это почти все уйдет у меня в коллекцию. Это мебель очень неплохой. И Саар – область, тоже оккупированная немцами в начале 20-х годов. Посмотрите, тут и чистые, и гашенные марки. Значит, Саар Гибит. Очень прилично выглядит. И приятное дополнение. Гашенная серия, гашенная серия, тоже я ее попробую найти. Как говорится, чистую, но гашеную, даже в таком виде, тоже сбить ее, тоже не очень просто. Это все с надпечатками вещи. Вот. И опять, значит, Саар Гибит, значит, все эти другие серии. Эта серия тоже известная. Тоже она у меня неполная, по маркам надо искать. И поэтому это, вот это, доплатные марки с другими надпечатками, тоже Саара, 11 марк. Это тоже очень-очень неплохо выглядит. Мне они, кстати, вот попались буквально только один раз. Ну и вот чистое такое дополнение. Этот альбом куплен только ради вот этого мемеля и Саарской области. Ну и приятный бонус – это марки Старой Франции. Цена 24, учитывая те листы и имеющиеся марки, я считаю совершенно адекватная. Можно сказать, удачное такое приобретение. В коллекцию у меня пойдет где-то, наверное, на 50% из этого альбома. Что можно сказать, обобщая? Что значит смотрим? Прежде всего отмечаем, что если классика, значит, надо обращать внимание на классику, смотреть на состояние и на количество. Состояние – это чистое и гашеное, и на количество марок. Конечно, чистые марки отдаем предпочтение, но если, так скажем, старые марки гашены в хорошем состоянии, это тоже чего-то стоит. Вот такие общие вопросы. В следующем ролике я рассмотрю следующие альбомы, они более, скажем, интересные. И тоже посмотрим соотношение цены на сами марки. Всего хорошего и до следующих встреч.